доброго времени суток всем привет из чехии меня зовут эля и сегодня я хочу вам рассказать о необычном питомце в сентябре мы с семьей ездили на выставку аквариумных и террариумных животных в прагу кстати видео об этой выставке есть на моем канале и потом если хотите можете его посмотреть мы ехали для того чтобы приобрести рыбок в свою коллекцию но уехали без рыбок зато с тараканом кстати вот интересно напишите в комментариях вы бы приобрели себе таракана все мы с детства знаем об этих рыжих маленьких прожорливых насекомых которые мало у кого вызывают положительные эмоции однако мы купили совсем не обычного таракана вот он у меня ползает по руке сейчас я вам постараюсь его показать посмотрите какой красавец это мадагаскарский таракан это один из самых больших тараканов в мире вот нашего таракана зовут сан саныч его размер почти восемь сантиметров он такого коричнево черного цвета а на ощупь вот если его погладить потрогать он просто начинает убегать у меня он похож как будто отполированное дерево у таких тараканов нет видите крыльев поэтому они не летают зато они мастера лазать и могут и могут абсолютно легко залезть по вертикальной поверхности будь то это стекло или например пластик кушает такой таракан обычную совершенно еду мы даем ему овсянку даем ему салат морковку с удовольствием ест яблоко то есть это абсолютно неприхотливый питомец живет он в террариуме но также ему можно достаточно для проживания будет организовать какую-то пластиковую коробку самое главное чтобы она хорошо закрывалась было также с какими-то дырочками для проветривания если коробка закрывается не плотно то я вам уже сказала что таракан прекрасно лазает ему не составит труда по вертикальной поверхности долезть до крышки и удрать еще обратите внимание какие у таракана шикарные усы с помощью таких усов таракан отыскивает и привлекает самочку вот интересная деталь что когда у таракана в брачный период они дерутся и вот когда они дерутся они стараются в первую очередь откусить сопернику усы они другие части тела если вам видно у нашего таракана один ус короче другого не знаю это из-за того что он дрался или по какой-то другой причине это у него так получилось в дневное время суток такой таракан спит и когда вы ему делаете террариум организовываете место для проживания ему необходимо укрытие для этого достаточно будет какого-то например лотка от яиц чтобы он туда под него залез и там себе спокойненько спал а в ночное время таракан бодрствует но он совершенно тихо перемещается по террариуму занимается своими делами и никому не мешает поэтому я считаю что это замечательный экзотический питомец если вот вы хотите чтобы ваш ребенок заботился о каком-то насекомым то такой мадагаскарский таракан прекрасно для этого подходит еще он умеет шипеть если я его сейчас потрогаю может быть вы услышите как они шипят сан саныч пошипи но вот и все что я хотела вам рассказать о мадагаскарском таракане если вы раздумываете какого питомца приобрести вашему ребенку для того чтобы приучать его к ответственности заботиться о каких-то животных то я считаю что это отличный вариант тем более мадагаскарский таракан стоит совсем совсем недорого и не требует какого-то хлопотного с вашей стороны ухода если у вас есть вопросы задавайте их в комментариях ну и ставьте лайки сан санычу и он будет рад сан саныч ты больше рад лайком он любит лайки и подписывайтесь на канал если вы еще этого не сделали всем пока